Приветствую, уважаемые! Ну что же, компания Meizu известна как производитель смартфонов айфонов на андроиде. Многие так говорят, ну как-то это дело прижилось в сети и это в общем-то имеет свое основание и свою логику. К счастью, у меня сейчас выходит второй обзор на продукцию компании Meizu, потому что, ну, то ли не любят они меня, не знаю, то ли как-то все не получалось. Первый аппарат у меня был Meizu MX-3, я его покупал себе, я с ним ходил определенное время, потом я его продал, что-то нравилось, что-то не нравилось, если интересно, пожалуйста, на канале посмотрите. И вот наконец-то я таки смог дожать, что называется, и получил на обзор вот эту вот самую машинку. Ура, ура, товарищи! Машинка называется, ну, как понятно из названия, Meizu Pro 6. Серия немножко другая, но тем не менее. Первое, что я понял и почувствовал, когда достал эту штуку из коробки, это вот безумно классная сборка, вот реально, вот берете его в руки, вот хочется пользоваться. На самом деле, очень для меня неожиданная история, потому что, ну, у меня достаточное количество проходит аппаратов через меня, да, я еще больше трогаю их там в магазине у кого-то на руках, поэтому вот ощущения от андроидовских аппаратов одни из лучших, если не лучшие на рынке. Серьезно, вот я его ходил и просто доставал время лишний раз посмотреть. Я заметил за собой такую фигню, что я именно достаю посмотреть время, потому что мне прикольно по тактильным ощущениям. Это очень здорово сделано, очень хорошая работа над какими-то вот детальками, обработкой, эргономикой, то есть вот реально классная вещь. Ну и да, вот эти вот антенные вставки, которые здесь есть, они очень хорошо сделаны, они появились, конечно, в Meizu раньше, чем в iPhone, и это молодцы тоже китайцы в данном случае, а iPhone получается уже как догоняющий. Ну что, бывает, Apple, как говорят, уже не торт, ну и вот в этом оно в том числе проявляется. Ну вот такой вот небольшой относительно смартфончик, 5,2 дюйма экран, поэтому в руках он лежит вполне себе неплохо, плюс правильное вот 2,5D стекло, такое с небольшим как бы закруглением. Это не то, как вот у Samsung Edge, а чуть меньше. Я думаю, вы сталкивались так или иначе, это было уже и у Nokia раньше, ну штука не уникальная, но тем не менее здесь очень хорошо сделаны. Сзади металл, спереди стекло, все, больше ничего нету, только пластиковые вставки, вот эти вот антенны. Спереди у нас, естественно, только решетка динамика, передняя камера, сенсоры, снизу одна кнопка M-Touch. Значит, чем хороша эта кнопка? Она универсальная. Здесь и вообще эта фишка компании Meizu, здесь все управляется вот отсюда. Она механическая и к тому же в ней еще встроен дактилоскопический сенсор, то есть отпечатки пальчиков прямо там. Кнопки назад, кнопки последнего приложения здесь нету. Я потом расскажу, потом покажу, как это все работает. На одном из торцов у нас есть, соответственно, вход, слоты под симку. Дальше, снизу разъем 3,5. Ура, ура, товарищи, потому что Apple в последнее время убрал эту историю, а в данном случае аппарат все-таки музыкальный, и убирать 3,5 было бы очень глупо. Вырезы под микрофон динамик и разъем USB тип C. Ну да, все потихоньку переходит. Здесь очень аккуратно сделаны клавиши включения-выключения блокировки и громкости, ну а сверху второй дополнительный микрофон для шумодава. Сзади, сзади у нас, соответственно, камера, и вот такая вот интересная штучка. Это лазерный автофокус, и в окружении маленьких таких вот светодиодиков вспышечка здесь находится, да, вот по кругу. Необычное, интересное такое решение, прикольненькое, красивенькое, мне понравилось. Ну и все, больше ничего нету. То есть реально очень приятный, очень такой комфортный аппарат. По интерфейсу. Значит, интерфейс у Meizu свой, естественно, выглядит довольно легко, довольно приятно. Значит, переключается моментально, за все время использования лагов ни одного не замечено. То есть он реально крайне быстрый. Возврат назад у нас по нажатию кнопочки есть. Ну вот, вот этой вот центральной. Не нажать, а такому касанию. Он немножко при этом дергается. Ну а нажали, он, соответственно, переходит домой. Также мы можем вызвать последнее приложение, вот так вот, сделав из, скажем так, снизу экрана, да, из-за края нижнего экрана. Ну и всякие настройки у нас вот в таком виде, пожалуйста, здесь. Настройки, они, конечно же, как и раньше, у FlymeOS, да, у своей операционной. Ну, это, по сути, некая вилка андроида, сильно оптимизированная, под себя, сильно переконфигураченная. Выглядит легко, прикольно, интересно. Настроек не так много, многое отрезано ненужное, ну и, соответственно, такое ближе к айфонному стилю, да, когда меньше, но самое необходимое. Следующий момент. Есть здесь вот это, пришедшее к нам с айфона, вот вариант Force Touch, да, то есть, просто нажали и чуть-чуть посильнее вылетела вот такая вот дополнительная менюшка. Можно настроить силу нажатия, побольше, поменьше это все есть здесь, но, тем не менее, я так и не освоился с этой фишкой, честно говоря, мне, ну, не привыкнуть было. Хорошая, может быть, вещь. Я не буду говорить, что она плохая и ненужная, но вот я вот так и не понял, зачем она, например, мне могла бы быть нужна. Экран, экран органика, Full HD-овый, очень приличный по качеству, ну, на уровне лучших Самсунгов на рынке. В зеленку уходит очень мало, ну, они все в зеленку чуть-чуть уходят, но здесь проблем нету. На ярком солнышке оно тут выходило, пару раз читается без проблем. В темном помещении минимальная яркость очень минимальна, то есть, даже для требовательного пользователя ее будет более чем достаточно. Поэтому никаких проблем с вот этим делом нет. С игрушками история следующая. Ну, не самое мощное устройство, если честно-то сказать, потому что есть подлагивание, есть подглюкивание, то есть, на супер-пупер игруху он не тянет, видимо, сказывается отсутствие оптимизации вот этого всего дела, этого странного десятиядерного монстра под стандартные игрухи. Может быть, потом допилят, не знаю, мощи, в принципе, там достаточно. Значит, камера 21 и 16 мегапикселей, выглядит вот таким вот образом интерфейс. Есть автоматический режим, есть ручной режим, где мы можем там повыбирать какие-то параметры. Есть отдельно почему-то режим видео, что, кстати, нифига не логично, я бы предпочел в автоматическом режиме просто две кнопки иметь. Здесь вот вынесено, это странно. Портрет, панорама, смена фокуса, ну, стандартная история, когда вы снимаете там что-то, и он вперед-назад перелетает. Ну, и, конечно, макро и гиф есть. Гиф, да, делает маленькие гифы. Замедленная съемка, тоже все понятно. Примеры фото вы сейчас видите на экране днем, это вполне себе пристойная, качественная, хорошая камера. Понятное дело, по детализации она не сможет сравниться с LG G4, но, тем не менее, более чем достаточно для повседневности. В ночи она превращается в среднюю камеру, к сожалению, ночью он не покажет каких-то фантастических результатов, ну, и почему-то здесь отсутствует оптический стабилизатор. Честно, его бы здесь очень хотелось увидеть. Ну что, давайте подводить итоги. Значит, с точки зрения времени работы, история, ну, один день или, может быть, даже меньше, смотря как будете мучить. В фантастике, к сожалению, не произошло, аккумулятор не очень большой, но и вы должны понимать, что в случае чего таскайте с собой какой-то внешний там аккумулятор. Большим плюсом является быстрая зарядка, потому что, если вы не хотите таскать аккумулятор, или у вас рядом есть розетки, или вы забежали в кафешечку, вы быстро подзарядитесь. То есть, за 10 минут, где-то 26%, по-моему, они заявляют, что это будет полностью за час. То есть, с утра не успели зарядить, там он сдох, например, в ночи, вы забыли. С утра поставили, пока там бреетесь, кушаете, писаете, у вас все это набирается до 100%, вы идете с полным баком. В кафешечке пока спокойно кушаете, ну, почти на полный бак можно уже рассчитывать, тоже большой плюс, и вы не занимаете стол, как некоторые уроды делают там, по полдня сидят и заряжаются, ничего не жрут, а вам сесть негде. Да, такой наболевший момент. Следующий момент. Хорошая сборка, даже не хорошая, потрясающая сборка, реально классный аппарат, ну, просто обалдеть в руках. Это один из лучших, например, для меня аппаратов по тактильным ощущениям. Я не киноэстетик, в общем-то, мне это дело обычно по боку, но здесь вот это настолько зацепило, что я просто не мог не отметить. Все классно сделано, очень классно. Хорошая матрица экрана, да, органика, вполне себе пристойного класса, последних поколений, наверное, Samsung, потому что мало ухода в зелень, хороший такой нормальный цвет, без какого-то термояда, без какого-то перелепливания вот этих цветов. Все вот комфортно, реально им прекрасно можно пользоваться там на солнце, не на солнце, во тьме. То есть вы получаете нормальную машинку в этом плане. И почитать, и посмотреть, и поиграть, и там, пофотографировать, пожалуйста, это все есть. По поводу скорости, да, скорость здесь с запасом, то есть 10-ядерное решение плюс 4 гига оперативки, это, ну, более чем дофига. Вопрос в том, что, конечно, пока еще оптимизация, похоже, вот у этого Гелио X25 не очень, потому что лаги есть при запасе мощи более чем достаточно. Я думаю, что вся история будет решена, когда выйдет какой-нибудь один, второй, третий апдейт, который все-таки оптимизирует там или код приложений, или вот это все как-то вот приведет в соответствие, потому что возможности есть, но реализации пока, видимо, не очень. Следующий момент, ну, про камеру я уже говорил, да, хорошая вещь, но, к сожалению, без оптостаба, ну, и ночью она не аховая. По поводу звука, ну, тут надо уж сказать, Мейдзу все-таки. Значит, по поводу звука, очень приличный звук динамика, я был удивлен, ну, точнее, я ждал, что он будет хороший, но обычно как там пишут, вот у нас крутой звук, да вы там прям получите оргазм аудиальный, а на выходе там пшик, ну, вот, например, Samsung орет там, ну, правда, не очень орет, но, тем не менее, он заявляет, что у нее там какие-то там все продумано, да, а звук у нее есть динамика откровенно паршивый, вот я его ненавижу, такой мерзкий такой, а здесь такой хороший, плотный, есть басы, есть какая-то скорость в этих басах даже. Я понимаю, что требовать от этого динамика что-то такое серьезное невозможно, и он явно не сравнится с большой какой-то акустической, даже с небольшой акустической системой, но, тем не менее, слушать музыку вот с этого динамика можно, и это не вызовет каких-то таких жутких ощущений в ушах, кровища из них не захлещет, вам даже понравится это. То есть я был по-хорошему удивлен, ребята сделали классную штуку. По поводу звука в наушниках, значит, хороший, очень хороший аппарат для музыки, понятное дело, что сравнивать его с серьезным музыкальным каким-то таким плеером невозможно, даже со средней ценовой группой этих плееров он тоже не сравнивается, но вот в среде мобильных он хорош, реально классный, реально вкусный, такой плотный. Значит, и флаги он нормально кушает, и MP3-шки нормально кушает, и в MP3-шках вы можете заметить разницу, где там 128, 256, 102, там 320. Ну и флаг чуть-чуть тоже отличается, хотя там небольшая уже разница. Единственное, он имеет тенденцию к подярчиванию в ЭЧ и верхней серединочки. Поэтому, если у вас уши темные, такие, более такой плотный звук подобранный, да, вот в этом диапазоне, то это будет, наверное, к лучшему, потому что если уши яркие, извиняющие, они могут там просто резать по мозгам. Хотя, кто его знает, как вы привыкли слушать, может быть, вы любитель, да, вот такого азиатского звука, когда туда верхний, куда-то регистр, все уходит, они очень любят задирать в ЭЧ, у них в ЭЧ такое протяженное, ну это там 30 кГц, 40 кГц, они любят делать наушники туда. Они любят, они привыкли, да, европейскому и русскому уху, вот это обычно не очень хорошо, но любители всегда есть, поэтому я просто сообщаю, что это существует. Следующий момент, мне не очень понравилось то, что нету карточек памяти и нету NFC. Вроде бы машинка не дешевая, но, насколько я помню, в пятерке, да, в Pro 5 был NFC, здесь нету, почему убрали, непонятно. Конечно, эта штука такая вот из серии, а я хочу, чтобы было, потому что реально у меня вот есть NFC на лыжах, ну и что, я им пользуюсь там 2-3 раза в год, но сам факт, вот хочу, чтобы было, просто чтобы было за эти деньги. Карточки памяти, наверное, более интересная история, потому что можно было бы, во-первых, взять подешевле аппарат, да, там на 32, а не на 64, купить там какую-нибудь большущую карту памяти, потом туда-сюда ее таскать, вынимать, если что-то нужно. Но в остальном это хорошая, реально хорошая машинка, очень целостная, очень интересная, с интересной оболочкой, прекрасно быстрой работающей оболочкой, с какими-то своими фишечками, с какой-то вот такой вот своей целостной необычностью, которая заставляет на него обращать внимание. Хотел бы я себе такой аппарат? Ну да, наверное, да. То есть, конечно, если мы рассматриваем официальный ценник там в 35 тысяч, там уже можно за что-нибудь пободаться и посмотреть на другие варианты. Но реально эта штука, вот эта вот золотистая, в моем случае, штука, реально стоит того, чтобы на нее обратили внимание и за нее заплатили деньги. Понятно дело, да, что можно найти подешевле. Я уж вам объяснить не буду, все люди умные, все прекрасно понимаете. Но тем не менее, на нее стоит смотреть. Это реально один из лучших представителей андроидов на рынке, как минимум. Ну, конечно, не без греха, не без греха. Все, на сегодня все. Я прощаюсь с вами, но ненадолго, ибо скоро будут новые обзоры. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok